Короче говоря, каникулы. Это был понедельник, я вернулась со школы радостная, потому что это был последний день в школе. От радости начала танцевать, петь, прыгать, биться головой об дверь. Да, не в пулы! Эээ, что-то это было уже слишком. Пошла к себе в комнату, кинула свой портфель в шкаф и сказала ему В ближайшие две недели мы с тобой не увидимся! И словно посмеялась. Легла на кровати и начала думать, чем бы себя занять. Пять минут прошло, десять, двадцать, тридцать. И наконец вспомнила, что хотела посмотреть сериал, который мне когда-то посоветовал Ян. Жирух, посмотри сериал «Очень странные дела», я гарантирую, он тебе понравится. Я недолго думая, решила загуглить этот сериал и вообще понять, о чём он. Жанр этого сериала оказался ужастиком. И тут я поняла, что это моя остановочка и радостно пошла за едой на кухню. Открыла холодильник, а там оказалось пусто. Я удивилась. Да что там удивилась, я офигела. Закрыла холодильник, легла на пол и поняла, что жизнь тлен, когда нет еды. Лежала пять минут, десять, двадцать, тридцать. Испомнила, что Джуди у нас в семье год и умеет колдовать. Я подумала, почему бы ей не сколдовать мне еду. Встала с надеждой на глазах и пошла в комнату Джуди. Зашла в комнату, увидела отдыхающую Джуди и начала ей объяснять всю ситуацию. Короче, у меня сегодня же дня начались каникулы, я посоветовала, решила посмотреть сериал. Пошла на кухню за едой и её там не оказалось. Я очень расстроилась. И потом я вспомнила, у меня же есть такая замечательная подружка, которая мне наколдует еду. Поможешь? И тут я поняла, что я разговаривала со спящей Джуди. Ну нахер. Рассталась с Джуди и я ей решила пересказать всю ситуацию. Она слушала меня внимательно и было видно по её глазам, что она мне сто процентов поможет. Поможешь? Да пошла ты. Я была удивлена такого ответа и сказала ей, что взамен в будущих её ритуалах буду её подопытным. Её это устраивало и мы сделали мизинчикое обещание. Обещаешь? Обещаю. Позже я начала перечислять, что я хочу из еды и Джуди записывала на своём ритуальном листке. Чипсы, сухарики, булочку, конфеты, шоколадку и самое главное, кока-колу и зиру. Я худею. Джуди записала и сразу начала проводить свой ритуал. Еда, Дита, пусть будет появито. Я обрадовалась появлению еды и поблагодарила Джуди и ушла. Наконец-то пришла в свою комнату, включила сериал. Легла на кровать и начала по-настоящему отдыхать. Что, не так сгибаю одежду? Не знаю. А это важно? Возможно. Что? Так быстро? Давно не виделись. Короче говоря, каникулы. Всем Хаян, с вами Ян. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И если у вас нет рождественского настроения, я вам его создам. Я не знаю, успею ли я до Нового Года выпустить еще одно видео, но я хочу вас заранее поздравить с Новым Годом. Спасибо вам, что вы со мной. Спасибо вам за то, что смотрите меня, поддерживаете. И вообще, спасибо вам от нашей семьи. И Джерухи, и Джуди. Они где-то там, одна жрет, одна проводит ритуалы. Ну, сами понимаете. Ну, а если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Я все читаю и иногда отвечаю. И также не забывайте подписываться на мой инстаграм, на инстаграмм Джерухи. Все ссылочки в описании к видео. Ну, а с вами был Ян Рейзен. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok